так и давай помоги мне вот и вот привет всем нас слышно слышно ли я слышу вас отлично здравствуйте здравствуйте я думаю что кто-то еще будет присоединяться либо будет смотреть записи поэтому надо представиться в режиме реального времени я турана это илья илья у нас здесь есть да дмитрий нас на всякий случай то хочешь сбежать вот это туда тебе сразу мы собрались первый раз на самом деле сегодня потому что мы решили запустить рубрику английский понедельник и ты первый наш гость я тебя поздравляю с этим суть этого всего события в чем заключается в том чтобы больше реальности давать друг другу что делать с английским что не делать с английским может быть он вообще не нужен ты занимался и потом такое не я понял зря время надо было спросить сначала до включения интервью этот вопрос что потом должно быть все по-настоящему хорошо вот это как ну оказалось что мы с ульей в одном месте в одно время в одном городе в одном часовом поясе и поэтому мы решили сделать это в живую это не значит что каждому студенту я буду прилетать чтобы делать это в живую извините это просто так совпало кстати мы сейчас делаем у нас месяц игры мы запустили игру на лучшего ну кто дольше всех занимается ты в курсе да и побеждает студент из дагестана то есть это значит что скоро все-таки я я сказал что я не буду в живую ни с кем проводить но мне кажется что у меня каждая неделя будет с кем-то в живую илья представься пожалуйста и так меня зовут илья ермалкеевич я из города героя минска я бизнесмен владелец самой крупной зуботехнической лаборатории в беларуси зуботехническая лаборатория это та лаборатория которая изготавливает новые зубки для клиника стоматологии а уже непосредственно они работают с пациентами огонь причем тут английский английский это мотивация или необходимость желание вообще что такое английский английский и вообще для меня это инструмент как и зубы как и все что наверное бизнес как какие-то другие навыки и ресурс это это инструмент вообще чем больше инструментов у меня в багаже я решил тем я буду более гибкий на рынке более скажем так открыты больше возможностей и когда я столкнулся с тем что скажем так на русскоязычном рынке информация переделана перри интерпретирована не первого лица до переведена и касается абсолютно всего и моей сферы мне очень интересно в сферах об этом узнавать я знаю в общем бизнесе наш консалтинг переводы этого а вот у тебя в сфере что это ну что у меня что что случилось у меня какой у меня ключ ну посещая на количество конференций первый самый наверное такой был мотивашка первый это посещая конференции когда я слушаю через переводчик лектора во первых я когда в своей стоматологической сфере я реально понимаю что переводчик не то что-то говорит но не не сходится слова с действиями и это только вот те эпизодики которые я вижу картинку я слышу что за конференция это было ну в частности это когда идет например лап форум в киеве один самый крупный там выступает англоязычные спикеры там преимущественно выступает англоязычные спикеры невероятно классная площадка это компания групп создает в снг я не встречал мощнее еще мероприятия они организовывают это каждый год они организовывают это каждый год один супер уровня и когда ты попадаешь в среду когда часть бизнесменов сидит с наушниками и мы как бы зачистую монету что в этом не так в этом не так что я следствие в этом не так что я реально следствие между точная точка через которую воспринимает абсолютно во первых она воспринимается дольше во-вторых она воспринимается с искажением а в третьем если честно вот если совсем честно то не очень приятно ощущение ощущая себя как собака ты все вроде бы понимаешь и сказать даже перевод и хорошо смотри а там вот илья очень общительный немножко чуть-чуть смотри там же происходит перерывы между всеми этими делами было такое что ты реально попытаться подойти но не смог и не раз и всего того что знакомство многими организаторам мероприятий приглашают прямо закрытые кулуары кулуары или на обед и ты сидишь рядом с лектором и кроме как так да вот так вот я даже ходил все а правда же во многих конференциях там есть пакеты крайне ответ со спикером конечно да или ужин или реально он никакой не то что значимости не имеет он просто разбивать еще хуже сейчас я понтанусь примерно так рано очень чувствует бизнесмен владеть там живет премию они же вообще так называют премиум экстра люкс эксклюзив есть есть этот момент и вот когда скажем так периодически на это натыкаешься ты реально понимаешь свою чувствовать никчемность не очень нравится вообще общаться с владельцами в том числе с туранами не надо придумывать никаких новых слов как есть реально ощущаешь себя вообще не способным но тут есть очень маленький затык и второй понимая этот факт почему я начал изучать английский турана english методологии это четвертая методология по начал изучать английский четверо детей четвертым так подожди это это рано это рано было говорить значит четвертая попытка моя вообще заниматься английским потому что я занялся и частным репетитором и в групповом занятии самостоятельно и каждый раз терпел фиаско и принимал решение что ну ближайший год 2 я английским заниматься туда беру перерыв это не для меня вот и в чем-то настоящая ошибка была это в том что я по большому счету хватался за все сразу не читать и слушать и пытаться разговаривать и очень много грамматики то есть и по большому счету у меня было каждый раз бегство где-то это было полтора года я занимался но это было классно весело но и результата много было до соски полтора года занимался нас по-моему так долго не но у нас мы конечно мы растим продолжительность жизни студентов уже полтора года да как мог но мне было действительно круто и интересно когда на занятии я не делал домашнее задание она на занятии проходили на ура мы общались с преподавателем на разных языках это было весело и мне кажется с кем угодно это было не продуктивно это было не эффективно и не продуктивно вот поэтому я каждый раз торопил фиаско и думал мне пока не для меня ну не способны поздно уже уже все-таки 52 года уже четверо и не 52 а сорок вот и по факту знакомства с вот в том периоде я был когда я решу что два года мы пришло время да но прошло буквально 4 4 месяца с последнего попытки заниматься познакомился непосредственно да с тобой турана этого на конференции в турции кстати на ближайшей конференции в турции будет англоязычный поэтому хочу же к нему подготовиться ты берешь пакет эксклюзив обед вот и поняв это который будет в апреле в начале мая да да я уже оплатил и билеты поэтому я уже там же тоже отлично дмитрий встретимся там потому что живое доказательство я не смогу никуда убежать уникальность мероприятия было в том что действительно было пару круглых столов с с учениками туран вообще я бы тут немножечко внес коррективы учеников я вот например за за о студент нет не студент не нравится если честно я за я вообще сейчас я занимаюсь по факту четыре с половиной пять месяцев по методологии по факту и я занимался непосредственно с тураной мы начинали с эфира вот у нас была тема дмитрий может быть вы видели на фейсбуке у нас и кто нас будет смотреть это был эфир именно английский прямом эфире на фейсбуке мы начали илья говорю он очень общительный настолько общительный что согласился заниматься в прямом эфире на фейсбуке это было публичное обещание вообще это было тоже благодаря конференции бодрыми там саша белгорок александр белгороков он раза четыре на разных мероприятиях добивался до всех слушателей включая для меня доносил информацию шкуру на кон по принципу брэнсона что ты скажи публичный ты просто тянет шансов не сделать да я тогда объявил фейсбуке что я дачу учиться если я через год буду разговаривать на мне нужно видео доказательства и побед когда у тебя там лаб лаб киев киев лаб лаб форум когда следующем году вот все мне нужны даты пароли я окей 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 все будет и все потому что цель она действительно цель отличается от мечты чем нужно имеет точные сроки и детали вот отлично и по факту когда через пять месяцев в учении поскольку на сторону я занимаюсь сейчас и и преподавателями у меня очень периодически каждый месяц деление квалификации проводят занятия и занятия с носителем языка это отдельная тема ты потом потом спросите тебе это отдельная тема что такое носитель и перо на и я не ощущаю себя не студентом не учеником реально я себе не ощущаю я себе ощущаю я себя ощущаю вот другом пообщаться с преподавателем как вот с другом как с равным как я хочу сказать что нету у меня реально нету такого ощущения что я на занятии у меня даже нет ощущения что я на занятия когда я созваниваюсь когда у меня аудио или видео связь у меня реально нету такого ощущения что я уничтожить занятие будет звонок да да у меня сейчас будет звонок хорошему другу у меня сейчас будет хороший интересная беседа после которой я буду выглядеть счастливым и довольным но реально это факт и я поэтому слова студент и ученик это все надо как-то менять потому что комьюнити которую ты создала абсолютно это не оно и я реально первое же занятие наверное тебе об этом говорил и не успел как бы не устаю повторять своему преподавателю а не вере я просто да есть кто периодически коммуникации ведет со мной очень-очень отлично это здорово вот лишь видео включить чтобы тебя знали в лицо отлично и немаловажный фактор что вот тоже хочу отметить что при передаче с преподавателю или со мной общается другой сотрудник организационные моменты создает либо еще что-то предложение или какие-то дополнительные обучения вообще не нарушается цепочка информации и скажем так стиль ведения общения со со мной я реально иногда просто переписываясь не могу я вижу по именам кого я сохраняю но я реально не могу очень похож стиль то есть сразу видно что скажем так основные все библии загружающие проходит непосредственно через себя то что ты транслируешь она абсолютно вот есть и дальше ловится и это и это и это не действительно не школы то не института такой комьюнити которая невероятно комфортно заниматься как вариант это общайтесь с другом да это очень важно поэтому то что ты сейчас придумала и то что мы оба кстати находимся где мы не сказали мы сказали в одном часовом поясе в одном месте в тот же час вот это секретность конспирация на самом деле все просто мы в лобе гостиницы прояснил вот на самом деле все просто мы сейчас в нью-йорке этот город назывался этот город вот этот этот город нью-йорк да мы сейчас городе нью-йорке у нас сейчас 6 утра и невероятное удовольствие вот реально встретиться здесь вообще просто кайф пол еще потом сразу же выйти в эфир да друзья это классно на самом деле и прошлом году я здесь была почему я не сделала это в прошлом году молодая неопытная да вообще просто неопытная все это на самом деле очень классно ну у нас сейчас целая неделя будет стратегической сессии мы будем штурмить следующий год и здесь очень классные ребята собрались дмитрий и кто нас будет смотреть запись я знаю что нас будут смотреть те кто был здесь в прошлом году как минимум да как минимум я думаю что как я им завидовал просто то будут как минимум завидовать как максимум они будут настали ностальгия потому что тот же отель который был в прошлом году я думаю что они будут просто очень-очень воодушевлены этим да я очень внимательно вас слушаю наши стороны что-то я бы транслирую тебя просто же но мне очень приятно было слышать от или такие теплые слова действительно тура награды без бы повторить просто дмитрий я говорю мне было очень приятно вас слышать особенно про тура ну комьюнити у него действительно классные преподаватели вот но я не думал что вы конечно сейчас в нью-йорке то есть вы себя вообще напрочь окружили английским это третье уже пошла но сейчас два вопроса дмитрий услышал и я это прикольно вот и я до последнего не понимал в каком ключе или в какой роли я буду в вашем общении так скажем вот мне просто очень заинтересовало два момента это турана английский и это илья это стоматология в принципе мне этого было достаточно чтобы быть с вами это здорово отлично что вы с нами смотри дмитрий начинает с уровня чуть-чуть пониже чем у тебя поэтому прям очень важно чтобы сказал вот с точки зрения именно английского что ты видишь вот там ты говоришь четыре с половиной месяца да и у тебя программа немножечко выше сейчас у тебя уже носители пошли почаще ой если это надо писать отдельную историю отдельную историю отдельную историю да кстати я реально я не четыре раза начинал учить меньше но один раз в школе и второй раз стура отлично вам 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 реально это это успешное действие я точно скажу чем я столкнулся в первую очередь я столкнулся со старыми ненужными парадигмами данными как нужно учить язык какие какие темы и как я должен был это делать и по большому счету мое обучение проходит очень большой скажем так пласт это было отсеять вот это вот вот в этой части головного мозга лифт это но где-то вот здесь отсеять эти шелуху у меня очень много ложных данных было как правильно учить и приходится преподавателям немножечко выбивать из меня эту дурь например одно из самых распространенных это там у меня не получится на самых или то что я сегодня не очень было у меня занятия или то что это можно сделать наскоком английские вот это объявление это реально надо руки даже тем кто уже клеит их обрубать английский за два месяца английский за две недели но такое ощущение что я в лифте буду ехать там вы только что дальше такая да реально вот так вот будет и вот эти они вот эти все данные они реально мешают не только изучать английский они реально мешают ощущать себя человеком который может знать иностранный язык и вот эту шелуху вот это вот скажем так вот эту закутанность и кокон этот очень надо еще пробить потому что через 1 после первого где-то месяца обучения уже чувствуется что блин я я что-то не так делаю потому что по большому счету я еще не разговариваю по-английски и когда тебя планомерно показывает объясняет ну как бы это естественно если ты зайдешь в зал и там сто раз решишь подтянуться при этом подтягиваясь только два раза конечно ты не будешь ты увидишь ты расстроишься у вас бежишь то же самое с английским очень важен градиент и вообще в любом обучении важен градиент и последовательности поэтому это очень здорово что вы много других данных не знаете и вы просто принимаете все за чистую монету как будет с вами работать преподаватель и реально не изобретайте велосипед а вот мне знаю а мне сказали и даже если вы это не скажете преподавателю что я видел кстати уже но я-то сам знаю зачем человеку говорить я это знаю лучше вот это надо все надо прийти на занятия с одной только мысль я не знаю как изучать английский они знают вот и вот мне приходилось менять вот эту парадигму потому что раньше это было ну можно было по полчаса там два раза в неделю позаниматься это типа нормально нет если я и это все мне не говорили это все ты приходишь своему потому меня сейчас английском 10 часов в неделю это 7 часов самостоятельного обучения и три часа с носителями да да просто это так это здорово не хочется мне хочется больше заниматься но это что я делаю по твоему методологии повторять за носителем текст с аудио и потом уверенно без текстом мне реально дается сложно казак кажется мне очень хорошее воспроизведение русской речи кажется я очень общительный как ты отметила и очень много читаем нелегко повторять текст но что касается английского абсолютно новый навык это новые слова новые звуки более того даже когда говорит носитель аудио били например парень а потом на занятии мне те же предложения повторяет вера реально как будто разные два я сижу повтори пожалуйста и но мне иногда сказать даже неловкость такая что мол как будто я не подготовился к занятию я я агритошу это слово значит хотя я реально его штурмовал но вот просто по-другому и вот это понимание этого факта что язык он разных зависимости от скорости от интонации от кто говорит даже возраст того кто как говорит потому что я общался с разными твоими преподавателями реально вот он разный и надо его просто чувствовать сразу чувствовать момент его для бизнесмена по большому счету вот этот путь изучение английский тарана им лишь по большому счету это такой же путь как мы создаем бизнес мы где-то интуитивно присмотрим увидим успешное действие у нас очень хороший проводник мы очень хорошие у меня проводник и мы идем по этому броду откидываем не нужно берем только нужно и концентрируемся вот и что сейчас по факту через четыре с половиной месяца мне очень хорошо друзья это просто ну что ну что ну скажи ну расскажи как ты вот ты уже знаешь английский я бы да вот эта вот фраза да вот она выбивает вот и по большому счету ну а даже в своей профессии могу ли я сказать знаю ли я все то есть нет я не знаю но у меня а что а что а что у тебя сейчас а у меня сейчас офигенный уровень уверенности первое занятие тура она спросила как этого цели обучения и ей там наплел там что-то слушать лекторов общаться свободно да она такая муки классно цель но в процессе обучения я реально понимаю что это не цель но это 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 только так вот общие такие фразы да это даже такие общие фразы за штыки отмазать для чего тебе это действительно цель должна быть конкретно у меня например цели и вот второй способ и опять же с тобой публично объявить а вот у меня например это выступить со сцены на английском языке 2020 году у меня цель а в 2021 это быть лектором на английском языке то есть это да и я больше скажу если бы я с такой цели пришел сразу был это бы очень высокий градиент для меня скорее всего я бы немножечко когда я начал изучать английский по технологии турана инглиш и я таким же наскоком 3 раза с носителем или там два раза пообщаться с преподавателем и полчаса до маршки но во время подготовки я понимаю метро не хватает он просто не хватает вот 15 предложения повторить за аудио бесперебойно мне не хватает полчаса подготовиться ну реально не хватает может быть кто-то это быстрее делать может это успешнее мне очень нравится что это у всех свой темп и мы занимаемся индивидуально и меня очень хорошо чувствуют преподаватели но по факту у меня преобладает уровень уверенности в том что я вижу что полчаса мне мало я начал заниматься час для этого нужно время бизнесмена вообще всегда и любого человека два ресурса время и деньги это ключевые ресурсы и для того чтобы было время по большому счету должно быть нормально денег мы платим за это и и вот так вот взять сразу сказать слушай илья ты будешь заниматься 10 часов в неделю английским тем хорошая жизнь через год чего ну то есть это очень много не очень хочется сейчас заниматься и интересно что общаясь в когда вижу в чате когда общаются другие студенты им тоже хочется заниматься больше очень классные примеры когда вы говорите вот съездила наша одногруппница на какую-то конференцию и взяла в два раза больше занятий да и ты такой читаешь прикольно что для меня сейчас даже кроме того что я на неделю приехал на обучение я реально так не захотелось еще погрузиться вот увидеть и прочувствовать эту вот среду что я прилетел на обучение на две недели раньше две недели я проколесил по почти по всей америки вот лечится расскажу об этом и у тебя начинается появляться хотелки желалки у тебя уже хочется чуть чуть больше вообще не тебе уже хочется чуть-чуть ускориться тебе уже хочется и для этого ты начинаешь искать другие ресурсы где ты можешь взять время где ты можешь расположить стать такими возможностями и поэтому эти 10 часов которые я сейчас назвала только такая промежуточная точка потому что я вижу что мне хочется заниматься ну как минимум два раза больше да это тоже очень интересно и не только знаешь что будешь теперь я буду долбить фразы два часа вообще вообще мне очень в свое время пока по когда по технологии тайм-менеджментом прицельного тайм-менеджмента людмилы богуш изучаем да наши очень знакомые абсолютно привет мило и привет оксана долгова которая непозрачным было тоже моим тренером вот тут есть очень важный момент они сказать говорят такую фразу мы будем прокачивать вашу желать и желательную мышцу странно звучит но по большому счету у нас желание с возрастом становится все меньше 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 много факторов и вот очень важно почему я говорю очень важно для владельцев да потому что по большому счету мечта создать бизнес идея это была какая-то мечта какая-то цель это абсолютно это пример мечтательные мышцы просто где-то потом со временем мы тут не получится у нас не помню тут нет у нас другой рынок другие условия и мы как бы притесняем себя вот по большому счету обучение в турану английш дала мне возможность нарастить все желательную мышцу именно в области английского вот мне реально общение с носителем настолько но живой и и мы понимаем друг друга и и и и и даже вот если первый раз это сейчас вот расскажу уже опять же пробили подходит даже если первый раз занимаясь преподавателем у меня нет ощущения что этого человека не знаю мы очень быстро входит уже вхожу в зону комфорта и дальше общаемся и вот как раз это желательно мышца по два занятия с тураной четыре с половиной месяца назад привела к тому что я решил например три недели провести сейчас штат для этого мне нужно было и и делегировать определенных функций по работе и распределить определенные свои другие ресурсы и семейные ценности да поэтому здесь я супруга я без детей но супруга да есть такой дети давай давай так дети цветы жизни бери букет подари бабушке вот нет конечно же конечно же и и вот этот момент это желательно мышца сторона и лишь тем больше хочется не только заниматься тебе хочется больше знакомиться с людьми которые общаются которые обучаются тебе больше хочется изучать язык уже через другие средства потому что твои девчонки просто изумительной подборки по инстаграму а не знаешь вот вам бизнес помотива по мотивашкам интересного выступления там шарма роберт может вам будет интересно ну как бы да окей вот вам интересно подборки по вообще ведению бизнеса в америке это там выбираешь то что тебе ближе иногда они что-то скинут но не мое ну окей как шведский стол подошел ну окей да следующее сообщение а вот вам примеры сериалов на английском и то есть они щупают что мне будет больше и вот в принципе пищевую а ты вот когда спрашиваю тебе сейчас английский что мол темы брать не только твои и вот месяц назад там например или два месяца назад мы будем с вами брать блок от тех тем которые вам больше интересны в области стоматологии в образце медицины какие вам более конкретные нужны блоки и ты такой я же только хотел изучать английский как бы все этим сказано и я такой и я такой девчонки все что вы делаете все круто мне больше ничего не надо то есть но реально то есть хотелка и желалка и даже понимание области не хватает компетенции потом еще раз меня спрашивают ну вот мы будем готовить уже следующий месяц и давайте более конкретно на каких-то цельных фокусируемся каких-то темах которые вам интересны и я опять не знаю что при том что для меня сейчас такой базуру не вы просто начать разговаривать ну вот уже проведя здесь три недели я примерно понимаю в какой области мне уже больше нужны данных больше информации да это больше общей пока темы потому что узкопрофильные не так остро стоит вопрос но вот это вот им индивидуально ну а вот например например выражать свои действие а абсолютно верно свои мысли то есть просто рассуждение о насущном скажем так то что меня сейчас беспокоит чем я занят реально очень интересный момент но американцы начинают партия заканчивая заканчивая например тем с принимающей стороной вышестоящим может кто-то по рангу но они открыты для общения они прямо искренне вот прямо ты видишь что они мол давай говори и ты такой где-то давай 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 да да и они вот начинают вот эти вещи и если ты коммуницируешь ну чуть-чуть больше трех минут там допустим какие-то начинается дальше следующий момент молоки окей кроме того что чем ты занимаешься окей что ты планируешь делать вот а как ты считаешь насчет этого да вот 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 и ты такой как бы уже меня не спрашивают что сделать и меня не меня спрашивают уже больше и действительно этого не хватает и уже появляется желалка и хотелка говорить о своих мыслях мечтания каких-то своих рассуждений то есть но это невозможно сразу вот я хочу что сказать это невозможно прийти и сразу я изучаю английский я вот это вот все вот этот блок тянула это реально задались этот растет по чуть-чуть вот этот градиент очень важно если я говорю о том что я сказал раньше о том что мои друзья ты уже умеешь разговаривать на английском вот реально я не умею разговаривать на английском но но очень важный момент это как на тренировках ты приходишь в зал у тебя есть цель например подтягиваться мы сказали сто раз ты хочешь на тренировки потом соревнования вот выходи то же самое с английским на занятиях со мной общаются на том уровне на который я сейчас владею на занятии разговаривают закидывать немножечко удочку дальше в тексте я где-то что-то об возвращаются на меня но все время подтягивают чуть-чуть выше и любой преподаватель знает примерно не примерно точно знает не только моих увлечениях моих моментах но абсолютно абсолютно да да абсолютно знает на каком я сейчас нахожусь в какой пространстве и он со мной разговаривает с этими словами этими предложениями этими же фразами и они просто рождаются откуда вот тут и кажется такая вот ну кайф а потом смотришь сериал там друзья и там практически ничего не понял уже 20 минут смотришь и не сбегаешь и не засыпаешь поэтому вот этот градиент он очень важен и не надо и вот у меня реально на сегодняшний день приехал в америку через 4 месяца обучения абсолютно спокойно покупают билеты я абсолютно спокойно разговариваю заказываю то что я хочу ладно с маленькой оговоркой это было со второй недели еще надо уметь читать немножко и американцы пишут все подряд реально даже переводчик не справляется трансмейтер но они пишут все вот что они вот это та особая тема но со временем это реально и ты заказываешь что ты хочешь ты сидишь там где ты хочешь возле столика это тоже кстати очень немаловажно нигде тебе посадят ты можешь больше раскрыв свой потенциал я такого раньше не мог и ты чувствуешь себя уверенно ты немножко так уже комфортней вот поэтому вот этот градиент очень важен не надо общаться только с людьми которые не знают английского и обесценивают фразами такими что ты умеешь а ты ничего ты что или или да да вот это вообще не надо надо общаться с теми кто реально занимается по этой технологии кстати кстати сужаем круг общения занимается этой технологией я ни в коем случае не мне очень нравится твое тура на отношения нету ну неплохих нехороших школ есть те которые тебе ближе и подходят и вот реально это то что подошло но мы все разные то есть это невозможно учить у одного а спрашивать советы как там делать ну у других и твои преподаватели никогда не обесценивают мой прошлый опыт и моих педагогов которыми занимался и я реально не страдаю такой ерундой и во время общения со своими друзьями коллегами реально понимаете с кем вы общаетесь в том ли он социуме находится с вами не в смысле круче или хуже а вообще в той ли вообще ниже абсолютно верно абсолютно верно ну отлично огонь смотри я должна быть обязанным относительно сказать эти комуты которые мы замутили своими руководителями ой ой ждем не ждемся 10 января замут с руководителями вы знаете по большому счету мы владельцы являемся примерами не только для своих там семей и близких там для других владельцев мы в первую очередь если мы говорим о бизнесе то для своих сотрудников и я например абсолютно открыто рассказываю как я занимаюсь чем я занимаюсь и у них небольшой такой ну шок был мягко говоря вот особенно как он на это тоже находит время вот это было ключевое но показывая своим примером мы планов в своих скажем так желаниях стремлениях то чем я занимаюсь периодически это в разговорах на собраниях на мероприятиях совместных они начали действительно задавать вопросы типа ну а как это а куда это один индивидуально ну достаточно для нас это такой высокий барьер и у тебя реально шикарные по крайней мере из опять же я сегодня узнал не не просто вы первые реально вот компания высокий консалтинг почти каждый сотрудник при общении более детально если что-то хвастается и рассказывается а мы вот сейчас а мы вот сейчас вот это вот я говорю как вы там же только для владельца а у нас вот там есть предложить мы решили линейку продуктов мы сделали такой курс гимнастика английского и на самом деле до там не знаю сколько может 3-4 месяца назад мы его предоставляли только на широкую массу то есть это специальный курс который мы сделали если вы понимаете орг-схему это была вводная услуга на самом деле сделанная и потом они наши приходит идея она мне это все презентует с такими горящими мы говорим Туран у наших же владельцев есть сотрудники давай их туда отправлять вообще вообще очень здорово да что это такое по большому счету это та же самая платформа на которой занимаемся мы только с одной отличительной чертой я занимаюсь непосредственно с преподавателем носителем языка а сотрудники от десяти и больше человек группируются в пары и по этой же технологии занимаются друг с другом и за всем этим наблюдает куратор вот правильно я писал мы самое интересное но мы еще не начали изучаться в этой технологии на самом деле 10 января на самом деле мы уже давно подбили я задал вопрос руководителя ребята вот кто хочет то есть это было реально вот так вот кто хочет вот я делаю это так вот я им рассказал чем я занимаюсь и у нас 13 или 14 человек мы хотим это только руководитель кто захотел мы хотим но это дарим владельцу если вы готовим нагрузку да за это платят сотрудники это уже сами его решили нет нет отдать должное это реально ну очень символические стоимости но когда сам заплатил это не так ценно а вот когда ну в смысле когда сам заплатил наоборот это более ценно абсолютно верно вот по такой же методологии и получилось что да мы хотим когда и вот когда вопрос вот реально ну сейчас сезон мы не снимаем да 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 вот это вот все это было два месяца назад когда мы решились и я понимаю уже просто из опыта что по большому счету это будет постоянно потому что я неделю задаю вопрос потом я говорю слушайте ребят давайте сезон вот все 10 января мы стартуем да никак не этот и дать должное твоей помощи Анна реально она говорит давайте мы начнем подключать платформу мы начнем проверять как вообще люди ну реально они конфронтируют они знакомятся они так щупают им будет проще да да и именно это сейчас и происходит они подключаются к платформе они объединяются пары они уже решают кто с кем там где-то что-то в паре а потом они давай по какому-то принципу невероятному не знаю принципу я бы хотел быть вот с ним почему ну он лучше знает английский то есть а тот а тот кто кто лучше знает английский говорит откуда ты знаешь что лучше ну то есть реально люди начали придумывать ну это надо смотреть это реально люди начали вот такие моменты это надо увидеть вот как они вот просто ищут варианты как потом или спрыгнуть либо еще чего-то или наоборот или наоборот не спрыгнуть и илья слушай но вот твоя компания то есть вообще сотрудники они у них есть необходимость во время работы общаться допустим с англоязычными личный вопрос заказчиками нету 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 но у нас было три месяца назад стратегическая сессия по развитию компании с руководителями кто знаком с методологией социальный консалтинг это одна из финальных сессий там где мы прорабатываем стратегию со своими руководителями не один владелец или как мы совладельцы у меня есть еще мой компаньон а сотрудниками план развития компании и то что я это вообще отдельная тема но то что я видел развитие за три года компании мы с руководителями по согласию и по плану расписали на год и они все типа зачем так долго мы можем это быстрее я могу сделать это я вот это это космос это то что да и вот во время этой стратегической сессии когда мы общались вообще о планах о видениях был такой интересный разговор вывелся чисто случайно он вывелся этот разговор в плане развития где и кроме развития нового филиала увеличить мощности производства был как раз вот ну а что только одной Белоруссии ограничиваться может мы будем в каких бы странах хотели бы вы еще филиалы и реально у меня несколько сотрудников прям открыто там я хочу в Италии почему я всегда мечтала жить в Италии я говорю отлично почему да пока еще нет да и такой а почему бы и нет вот вот и когда мы вот просто пообщались на эту тему что закинуть где-то а что нам для этого какой ресурс надо ну нам надо знание иностранного какого ну в английском международных отлично типа то и мы вот так это как-то говорили обыграли и я вам больше скажу после этой стратегической сессии мы начали реализовывать наш план годовой мы его уже опережаем на три с половиной месяца уже на три с половиной месяца мы опережаем его по датам по цифрам по скорости и уже мы подходим к изучению английского с 10 января и уже у меня идеи и мысли по поводу того как развивать компанию вместе с английским экспансию за территорию Беларуси и я уже понимаю что ресурс английского нужен будет и моим преподавателям и сейчас я сотрудню моим сотрудникам это твои преподаватели мы не договаривались моим сотрудникам и вот сейчас компания Востоцкий константник офис в Нью-Йорке находится они открыли три с половиной четыре года назад в Нью-Йорке и я реально вчера ходя с Натальей по городу она приехала без английского такого разговорного да и я задаю вопрос а как это открыла компания филиал и она говорит мне пришлось и в среду и натягиваться конечно то есть я уже начинаю задавать вопросы которые сотруднику компании которые проходили открыть филиалы понимая что меня это ждет этот путь я бы их никогда не задал если бы я не познакомился с Тураной English я бы никогда бы их не задал если бы я не был в капоральной компании и обучение и бизнес среды то есть вот эти вопросы начинают появляться и тут очень важный момент я очень часто слышу от бизнесменов старшего поколения мне бы вот в твое время вот если бы я этим занялся да или вот вот тогда надо было и вот реально я понимаю а когда надо было хотя им по 40 наверное да еще да они когда ну у меня было общение мне были уверены ну вы молодой и типа у вас все впереди я вообще не буду говорить да и мы когда разговариваемся окей сколько вам он говорит мне 32 я говорю здорово мне 34 и вот так человек то есть поэтому здесь и сейчас это нужно время никогда не будет лучше времени чем сейчас и для того чтобы быть там нужно делать маленькие шаги здесь это и есть стратегия поэтому а я начал с себя б я уже начал прокачиваться руководителя у него получаются хотелки желалки кто-то думает в другую страну будь руководителем в другой стране развивай ты офис в другой стране да ничего сложного нету у человека такая мотивация вообще появляется я говорю я еще итальянский мы я слышал ты испанский еще планируешь а александр в испанский планирует еще изучать я слышал что тебе сначала надо его обучить да чтобы потом ему ну вот я к тому что это действительно кстати ощущается здесь что испанский язык номер два да испанский здесь рулит в этом плане вот поэтому да сейчас мне не надо но чтобы потом не говорить а вот а поэтому я сейчас этим уже занимаюсь и сейчас и вот 10 января мы приступаем у нас около 14 руководителей сотрудников вот в эти пары в группы и мне очень нравится есть один момент который очень просто классно характеризует один из своих сотрудников тоже к нам подключается у нас нечетное количество и чтобы было четно и анна очень аккуратно спрашивает а ничего страшного если будет вот как бы как бы да как бы к вам его вот в группу и я у своих спрашиваю ребят у некоторых как бы как вы так смотрите и реально круто это кто-то другой это ну то есть это совсем другой опыт вот это здорово но это реально потому что еще вперед можно закинуть батл на батл компания на компанию куда-нибудь да я это не знаю поэтому это здорово и знаете что еще второй момент здорово это первый момент это ты их прокачиваешь а второй момент ты прокачиваешь себя у меня есть такое это не мое выражение но я его очень люблю я силен настолько насколько сильно мое окружение и вот этот самый случай когда ближайшее окружение это руководители команда у меня компаньон изучает английский да по другой методологии но он тоже активно изучает стал английский да и он просто сейчас спал но он бы подключился к нам на интервью и видишь по другой методике изучает 6 утра не встает а это ты это еще одна методика это методика магия утра подожди это уже вот смена часового пояса смена часового пояса да но в любом случае я окружаю себя этой площадкой этой комьюнити и вот твое предложение для коллег других рассказать более детально реально оно очень важно потому что я когда слушаю других одноклассников когда вижу их в чате идеи мысли опыт оно вот прямо вот подстегивает я вижу что у нас осталось буквально чуть времени я может быть скажу ты зафиналишь я просто скажу тема для медицинских была изначальная по большому счету как в бизнесе медицинском зашоренность что это не моя сфера это не мое это не моя отрасль мне это не очень подходит когда ты в бизнесе слышишь какие-то новые идеи у меня это не прокатит то нужно откинуть вообще откинуть вот это все стоматологическое медицинское или даже кто занимается продажами 95 процентов абсолютно будет все одинаково сейчас же медицинский туризм кстати очень широко развивается абсолютно но в любом круглом городе есть и англоязычные пациенты абсолютно и принцип его видения не состыковывается медицинским бизнесом это по большому конечно бизнес полноценный то же самое с английским да медицинский чуть-чуть уже какие-то темы по общению однозначно я уже хочу да да это более узко такое более реальности в моей области на 95 процентов временем. это и знание английских Это общение общение это я бы не ну вот прямо так не делил с исходом там небольшой объем, и его, ну, в принципе, да, можно очень хорошо преодолеть. Но даже если мы говорим про ведение бизнеса, это все-таки общие принципы ведения бизнеса. Если мы говорим про выступления, это все-таки общие принципы выступления. Понятно, что то, что я ртом слова, которые я говорю, понятно, если я транслирую на аудиторию, там, собрались медики, да, и мне надо передать им свой успешный опыт, и я это расскажу на английском, например. Понятно, что я буду давать там примеры, связанные с медицинской областью. Ну, это только такой деталька. В ведение бизнеса меня будут, ну, я буду общими словами выражать. Абсолютно, то есть это просто чуть-чуть увеличить, накачать этот маленький словарный запас. Поэтому, да, это мне, например, сейчас, как вот прямо сейчас, это вот прямо сейчас не надо, вот прямо вот, вот возьми. Вот, а? Прямо завтра. Прямо завтра, вот все. Но если завтра, а это вполне вероятно, я сейчас вот в Америке встречу бизнесмена, который занимается медицинским бизнесом, и мне нечем будет элементарно поговорить, как о своих мыслях, чувствах, планах, так и оскопрофильно, все. И очень важный момент, я вот сказал, вот сегодня мне не надо. Вот вполне вероятно, прямо здесь сидит рядом этот уже человек. Я могу даже познакомиться. Абсолютно. И, например, Александр, и Александр, например, вот казалось бы, я приехал в Америку, я приехал на бизнес-тур, а Александр Высоцкий говорит, а у меня три клиента, стоматологи, которые проходят весь этот проект, они полностью все у себя внедрили, инструменты администрирования, могу познакомить. И я, вот, и я тебе говорил, твоим преподавателям, два месяца назад, ну, мне пока еще не надо. Вот, это надо было бы уже вот здесь. Да, да. Поэтому. Я здесь справился. Отлично, огонь. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо, Дмитрий. И спасибо всем, кто будет смотреть нас в записи. Ну, собственно, цель, я надеюсь, была достигнута, здесь мы должны, Дмитрий, цель прокачать вашу мечтательную мышцу. Достигнута? Поработаете? Ну, это круто, да. Отлично. Все. Значит, мы выполнили сегодня. Я уже работаю. Я же здоров. Это реально, это здорово. И финалочка. Что ты хочешь? Я сплясала? Нет. Красиво завершить. Да. И я, и мы пойдем на учебу. Да, друзья, нам уже, нам на сегодня первый день. Первый день, да, я тебя не пропустила. Это был первый такой, первая проба. Мы будем продолжать это делать. Пожалуйста, вдохновляйтесь. Моя задача создать это окружение еще сильнее, потому что, да, где-то мы встречаемся на конференции, где-то мы встречаемся в жизни. Но теперь мы же занимаемся онлайн. Теперь я хочу вот этот опыт успешных занятий онлайн перенести на опыт создания комьюнити онлайн. Именно то, о чем ты говоришь, да. Я хочу это прямо, прямо реально создавать и держать в голове, что я это делаю, а не так, что, ой, да, да, давайте что-нибудь сделаем раз в неделю, раз в месяц. Поэтому я очень рада, что мы положили этому начало. Я хочу поблагодарить Аню, что она это сделала, организовала. Я думаю, что она там в 32 зуба улыбается, как всегда. И мы будем продолжать. Мы будем продолжать это делать по понедельникам. Ожидайте. Спасибо тебе за этот крутой первый. До встречи.